Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерия Седов. Сегодня у нас в гостях Анастасия Горячева, главный организатор фестиваля про косплей «Моя сцена». Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Фестиваль «Моя сцена» — это первый фестиваль про косплей. Почему первый? Дело в том, что сейчас большинство фестивалей направлено непосредственно на демонстрацию образов, уже конечный результат. Про то, как сделать этот образ и всё, что остаётся за кулисей, почему-то никто не рассказывает. А если рассказывают, то в формате таких маленьких блоков, в течение, не знаю, большого конвента, где тебе нужно самому найти непосредственно мастера, задать ему все вопросы. Я как-то подумала, почему бы не сделать всё в одном месте, собрать всех мастеров. Поэтому у нас получился вот такой фестиваль про косплей для всех. У нас такой, получается, девиз. Что там будет на этом фестивале? На данный момент мы запланировали достаточно плотную программу. У нас и мастер-классы по крафту, по шитью, макияж, грим, эпоксидная смола, как использовать строительные материалы, как сделать реквизит, плюс тренинги по психологии, потому что творческим человеком быть довольно сложно. И хотелось бы, чтобы знающий человек, психолог, рассказал, почему это здорово. Очень многие творческие люди всё-таки испытывают какую-то неуверенность в себе, творческие кризисы, я думаю, всем это знакомо так или иначе. И хотелось бы, чтобы действительно знающий, учёный человек сказал, что, ребята, зачем вы в себе сомневаетесь, взбодритесь, вы делаете интересные вещи, и таких вещей практически никто не делает. Гордитесь этим и радуйтесь, что вы такие молодцы. Вот примерно так выглядит на данный момент программа, но мы её ещё редактируем, потому что у нас поиск мастеров сейчас начинается, поскольку реализация с октября уже с первого числа пошла, мы столкнулись с тем, что очень сложно найти мастеров по узким профилям, то есть, например, по шитью. Хотя, казалось бы, много кто шьёт, но не так много людей готовы рассказать. Почему-то людей это вбивает какой-то ступор, прямо вводит. Они встают перед камерой или перед публикой, у них боязнь сцены. Ну, в общем, это работа, работа, работа. Такие маленькие инсайды, скажем так, рассказываю по поводу программы нашей. Но ожидаем мы, что будет очень всё плотненько, набито. У нас всего два дня на реализацию мероприятия, поэтому мы надеемся сделать как можно больше, как можно лучше и интереснее. Известно уже, кто будет из приглашённых лекторов, хотя бы часть? Один уже согласился. Даже не то, что один, это большая студия, Brutal Forge называется. Она базируется у нас в Солочи, насколько я знаю. Непосредственно руководитель студии и ребята, которые занимаются работой по крафту, как раз-таки строительные материалы, как сделать из ничего что-то действительно интересное и классное. Вот эти ребятки уже согласились. Они, на самом деле, должны были у нас вести мастер-класс в нашем клубе, в рязанском клубе «Шитак», который мы в том году организовали. Но из-за пандемии пришлось всё лавочку прикрыть. Ну, тут ребята, когда узнали, сказали, а давайте, мы хотим, давайте, вот сделаем интересным, мы вот хотим поделиться своими знаниями. Вот так и получилось, что уже целая студия с нами сотрудничает. Мы уже имеем целый список гостей, которых мы хотим действительно пригласить. Только пока что мы с ними связываемся поочерёду. Начали мы непосредственно со спонсоров, потому что для нас пока что это приоритетная задача найти спонсоров, найти поддержку в лице либо брендов интересных. На кого рассчитан этот фестиваль? Для кого? Фестиваль про косплеи для всех. Это наш девиз, лозунг, как угодно мы стараемся продвигать эту идею, поскольку косплеем мы занимались так или иначе все с детства. Делая костюм ёлочек, белочек, снегурочек на школьные постановки. Но почему-то школьные постановки, они никак не дискредитируются, например, а наше увлечение заставляет задуматься очень много людей и нас считают не совсем психически здоровыми людьми, хотя это по сути не так. Когда я защищала свой проект, ездила на Тавриду, перед тем, как подготовить все материалы, я проводила большой такой сбор аналитических данных, я делала опросы, анкетирование у людей из индустрии. Как часто они, например, сталкиваются с дискриминацией? Больше 60, по-моему, процентов сталкиваются с дискриминацией, около 6% вообще скрывают свои увлечения от всех, кроме близких людей, по-хорошему. И я не думаю, что это норма, потому что возьмём тех же самых ребят, которые занимаются реконструкцией исторической, да, возьмём нас, да, кто занимается косплеем уже достаточно долгое время. Мы мало чем отличаемся, у нас такой же подход к работе, к деталям подход, то есть до последней пуговки, до последней кольчушки, колечко вот в этой кольчуге, всё выверено, вымерено до миллиметров. Но почему-то к ним относятся поспокойнее и наоборот говорят, вау, здорово, ребят, вы делаете интересные штуки. А мы заставляем людей чувствовать себя неуютно, и мне это не нравится. И поэтому так родился этот проект, из таких вот мыслей, тем более, что я в индустрии уже на лет 10. Как ты защищала свою идею? Ты рассказывала про грант на Тавриде, как всё это было? Расскажи. На самом деле я не думала, что я вообще попаду на Тавриду, начнём с этого. Я увидела, что открыт набор на смену новой визуальной культуры, посидела такая, подумала, ну, в принципе, косплей, наверное, это новая визуальная культура. Визуально смотришь, да, нормально. Руками делаешь, пойдёт. Вот всё подходило, в принципе, под определение. Я записала ролик, где я по щелчку пальцев меняла костюмы прямо перед камерой. Это была идея моей мамы. Спасибо ей большое за это. И, соответственно, попало... Ну, мне сказали, что да, ты едешь, всё, отлично, здорово. Билеты тебе оплатят, всё тебе оплатят, всё крыло, давай, езжай. Я думаю, вот сейчас съезжу, узнаю, что там, как здорово, Крым, море. А потом пришло уведомление, что у нас будет конкурс от Росмолодёжи Грантовой. Я подумала, либо сейчас, либо никогда. Со своим проектом я уже в администрацию молодёжного города прошла. А, попробуй-ка и здесь. И каково же было моё удивление, когда я узнала, что у меня всё очень плохо с проектированием. Потому что мой проект, он был хорош идеей, но недоработан в плане содержания, формы. Потому что есть определённые правила и критерии от Росмолодёжи. Они их всегда вывешивают при приёме грантовых проектов. И есть чёткий список критериев, по которым они оценивают. И я очень сильно боялась, что я пролечу как минимум там. Но решила брать подачей. Я приехала в костюме, в чёрном платье своём ведьминском. Я сделала ушки. Подшила их специально под шляпу, чтобы когда ты снимал шляпу, у тебя под шляпой были уши, а так их вообще не было видно. То есть никто не знает, что у тебя под шляпкой. Я вышла защищать проект. Я на крайс. Такое ощущение было, как будто я иду на шафот. Потому что пять дней я не спала. Практически я ночами дорабатывала, стучала по клавишам ноутбука. Как моя соседка меня, не знаю, не выгнала на улицу работать. Я не представляю, но она каждый вечер оставляла включенный свет. То есть я иду в два часа ночи из каворкинга. Я вижу включенный свет. И я понимаю, что меня ждали. Просто она не дождалась меня. Мы с ней пили чай по вечерам. Она просто меня не дождалась. Я села и легла спать. И так вот получилось, что пока я шла на защиту, меня тормознуло столько людей. Сказали, блин, так здорово. Ну, ты молодец, так интересно получается. Я показала им розы, которые я сама вышивала на плате. Здорово, все желаем удачи. Я захожу, встаю перед микрофоном и вижу лица жюри. И тут я им говорю. Вы думали, я вас без сладенького оставлю. Ну, представьте сказать такое, не знаю, начальству своему. Я не знаю, что на меня нашло. Я прямо это в лицо и в микрофон и сказала. Думаете, без сладенького? А нет, я привезла с собой костюм. И когда я начала рассказывать уже непосредственно про свой проект, я выхватила микрофон из стойки. И по своему обыкновению начала жестикулировать. Я не могу просто стоять столбом перед микрофоном. У меня не было никаких бумажек в руках. Я просто рассказывала про проект. Я себе поставила пафосную музыку из серии Ханса Цина, только Томаса Бергерсона. То есть это было настолько пафосно, что мне аплодировали долго. И эксперты задавали мне вопросы, которые не были связаны с моим проектом, например. А что у вас за костюм? То есть уже понятно, что это была победа, но я до конца вообще в победу не верила. Даже когда на сцену на репетицию позвали, я такая, а, это потому что я ролик записывала для народного голосования. Зачем? Зачем меня на сцену приглашать? И пока меня не объявили перед всем лагерем, что да, она получает грант, вот, горящего Анастасии награждается, я вышла, я кинула позу из жожи, потому что я прожженная анимешница, встала на свое место и молилась. Действительно молилась просто. Думаю, нифига себе, какая я молодец. Это как у Лапенко. Какой я молодец. Примерно состояние было такое. Но вышла со сцены, я расплакалась белугой. Я вообще не поверила в то, что в косплей поверили серьезные люди. То есть это как признание со стороны целого государства получается. Ведь проект, он на федеральные деньги-то делается. То есть это же, получается, выиграли всероссийский конкурс с таким крошечным проектом. Мы получили поддержку. И как это вообще возможно до сих пор? Приходит осознание постепенно, по чуть-чуть оно. С каждым днем понимаешь, что ты сделал. И сделал что-то действительно важное. Потому что люди действительно болели в сети. И поддерживали. И говорили, да, давай здорово. Если получится, вообще круто будет. И вот получилось. Кто бы мог подумать, что оно вот возьмет, вот так и получится с первого раза. Мне говорили, кстати, что когда на Тавриду приезжают, обычно первую смену только разнюхивают. А вторую уже смену подает проект. Я, как обычно, пришла, увидела, испугалась, но победила. Как-то так получилось. Ты сказала, что в косплее уже не первый год. Как вообще решила стать частью этой культуры? Получилась очень длинная такая история. Потому что мы переехали из одного места в другой. И я осталась полностью без друзей. Они остались там, в школе, где-то далеко. И надо было как-то искать себя уже на новом месте, с новыми людьми. И это происходило очень тяжело и очень долго, по сути. Я тогда, по-моему, в шестом классе училась. Это было очень давно. Это было давно. В любом случае, тогда я была увлечена каратэ, занималась им профессионально. Соответственно, где каратэ, там Япония, где Япония, там и аниме. Но, по сути, мое увлечение аниме началось именно с каратэ. Хотя обычно у людей наоборот. То есть они сначала видят мультик, а потом надо научиться рисовать и изучать язык. У меня полностью наоборот произошло. Я сначала начала заниматься каратэ, а уже потом такая, ой, а что это такое интересное, по джетиксу идет, надо посмотреть. Я пробовала себя в рисовании, так как в художественной школе. Я тоже училась, но пришлось бросить из-за переезда. И как-то оставила блокнот. Казалось бы, ну, мелочь полная. Простой блокнот с рисунками. Этот блокнот нашли девчонки из старшего класса, и, как оказалось, они анимышницы. Потом, уже спустя где-то, наверное, месяца два, у нас организовался клуб второго этажа. Мы собирались на втором этаже, обсуждали все новинки, мы обменивались дисками. И потом получилось так, что я сходила на фестиваль и увидела людей в костюмах, и увидела, вау, это здорово, там люди по любимым мультикам делают постановки целые, выступают. Но это, конечно, очень здорово. Я тоже хотела попробовать. И сначала во мне играло такое вот тщеславие, наверное, недолюбленность. Я очень хотела стать популярной, мне очень хотелось стать лучшей в своем деле. А потом как-то отпустила. Потому что в 15 лет ко мне пришла, мне было 15, ей было 16, ко мне пришла подруга и сказала, «Слушай, вот ты так много всего умеешь, там и поешь, и танцуешь, и вот это все. А давай сделаем свой фестиваль!» И я ей такая «А давай!» И все, и в апреле у нас появился джи-ю первый. Дарить людям радость мне понравилось больше. Быть организатором мне нравится больше, чем просто выступать. И я всегда шутила, что когда ты работаешь ведущим мероприятия, ты на сцене 8 часов. А когда ты выступаешь, у тебя есть минута. Делать людей счастливыми – это такая благородная профессия, я не знаю. Мне просто тепло от мысли, что мы делаем площадку для людей, которые только начинают, только пробуют. И то, что они так же, как и я, начинали, они увидели людей, они увидели картинки, заинтересовались, но в отличие от них, у меня не было никого, кто мог бы меня научить. А мы решаем эту проблему нашим фестивалем. Вот так. Мы говорим о твоем проекте, но не говорим, когда он все-таки будет, когда его ждать, когда на него можно прийти. На проект можно прийти 10-11 апреля 2021 года. Перенесла специально подальше в надежде на то, что все-таки коронавирус нас отпустит. Погулять хотя бы немного, все-таки Новый год скоро, может быть, там все уже будет хорошо, надеемся. Проект будет проходить в точке кипения, и он, соответственно, совершенно бесплатный. То есть любой может записаться через программу «Лидер.айди» и уже просто подать заявку, прийти и насладиться процессом. Куда пойдет человек, ему самому решать, потому что в каждом зале будет проводиться определенное занятие. Так что 10-11 апреля, это, кстати, Всероссийский день анимешника мне подфартил с датами. Всех ждем, как говорится. Анастасия, спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова